Продолжение следует... Давайте поговорим. На самом деле театр у нас совсем-совсем молодой, нам всего полгода. День рождения театра был 25 декабря, в день премьеры первого спектакля «Солнышко и снежные человечки», а сейчас уже в театре три спектакля, и готовится четвертый, и мы уже приглашены на международный фестиваль в Оренбург, в международный фестиваль театров кукол, и приглашены на гастроли в государственный театр, Симферопольский театр кукол в июне месяце, вот сейчас, и они приедут к нам в театр. То есть жизнь у нас кипит, и в общем, чему мы чрезвычайно рады. — А много ли у вас актеров, и как вообще складываются в коллективе отношения, как они работают? — Ну, на самом деле, актриса у нас пока в театре одна, другие ребята, профессиональные актеры, просто работают у нас на договоре, на конкретных проектах, вот. Но отношения, ну, у нас сам по себе театр домашний, он очень уютный, вот, и вообще небольшое количество зрителей, у нас 23 билета продается на спектакль, не больше, поэтому очень многие обижаются и не могут попасть, потому что у нас уже сегодня аншлаги в театре, то есть, в общем, не всегда можно попасть на спектакли. Вот, поэтому отношения теплые, но при этом, конечно, профессиональные, так или иначе. — Ну, и со зрителями, видимо, тоже такие же отношения, учитывая их небольшое количество. — Да, да, но это не случайно, да, мы пробовали и 35, и 30, но потом в конечном итоге снизили вообще до 23, потому что хотелось бы вот сохранить ту домашнюю атмосферу, когда каждому маленькому и большому зрителю мы могли бы уделить внимание, вот, потому что наш театр очень необычный, вот. Но это для тех, кто не знает, потому что очень многие уже побывали у нас. Дело в том, что он нестандартный театр, вот. У нас вообще само действие начинается за полчаса до основного спектакля, вот. У нас там происходят разного рода игры какие-то, в общем, и вообще там все зрители босиком, ну, в том смысле, что у нас ковролин не в уличной обуви, вот. Там именно домашняя такая атмосфера. И нет как таковых зрительных мест, и нет сцены, и зрители у нас сидят в большинстве своем на подушках, и родители, и дети, и все действие происходит прямо перед ними, и они сами становятся его участниками. То есть, вот такой необычный театр. То есть, в основном, зрители в восторге, наверное, не удивлены такой атмосфере и такой... Ну, да, да, да. Ну, ничего подобного нет в Севастополе. Вот, то есть, мы заняли свою нишу, чему мы очень рады, потому что вот как-то вот это все так произошло. И, да, безусловно. А почему решили именно такой формат выбрать для работы? Ну, вы знаете, на самом деле, я... Когда ты что-то делаешь, это, знаете, как родители. Они вот идут в магазин покупать ребенку подарок. А осознанно или неосознанно, они покупают то, что они хотели бы, чтобы купили им в детстве. Вот. То есть, то, чтобы их порадовало, а потом уже их детей. На самом деле, они по большому счету чаще всего покупают это прежде всего для себя. Вот. То же самое и театр. Мы его делаем для себя. Мы его делаем таким, каким мы его видим. Каким нам бы хотелось, чтобы был театр. Я не видел ни одного такого театра, как у нас. Мне... Если бы я был ребенком, мне бы очень хотелось, чтобы театр был именно таким. Вот. Поэтому мы и делаем такой театр, который нам нравится, который мы чувствуем. Вот. Ну, это прекрасно, в виде вашей эмоций, конечно. Маргарита, как я уже сказала, педагог по пластической импровизации. Расскажите о своей работе. Думаю, зрителям очень интересно именно вот с этой точки зрения, что же... Мы занимаемся с актерами. Ежедневно у нас проходят тренинги. Как правило, это утром. Мы собираемся с ними и начинаем тренинг. Это такое большое занятие, которое делится на разминку. Потом у нас идет взаимодействие. После взаимодействия мы общаемся. Если это много участников, у нас будет групповое взаимодействие. И после мы начинаем играть через пластику, выражать какие-то актерские задачи. Это очень интересно. У нас на самом деле, и для нас это важно, это профессиональный театр. То есть это не любительский театр. И сам подход к тому, чем мы занимаемся, он именно профессиональный. Поэтому подготовка актеров идет на полную катушку. Нам очень важно, мне как режиссеру, руководителю театра, важно, чтобы актеры были в форме. И не только в форме, они еще и развивались в процессе. Не только репетиции спектаклей и спектаклей, но и были подготовлены к работе. Вы как режиссер, вы скорее наставник, ставите себя немножко выше актеров, или все-таки это командная работа у всех своих в этом плане? Нет, ну как, что значит выше, не выше. Есть руководитель, как и везде. Есть подчиненные. Тут идет разговор, но другое дело, что руководитель может не уважать своих подчиненных, относиться к ним свысока, снисходительно. А есть совершенно другого рода отношения, когда они строятся на уважении, на взаимном, на доверии. И на любви к общему делу, который они делают. Вот, собственно, вот таким образом мы и выстраиваем наши отношения. Я знаю, что у вас в театре новая постановка «Кто такие птицы?» по Борису Захадеру. Расскажите о ней подробнее. Надеечка, расскажешь, может, ну как со стороны? Ну, вы знаете, у нас недавно просто произошла презентация этого спектакля, мы на ней все присутствовали, Артем Викторович нас собрал. Это было, конечно, удивительно. Вообще, просто насколько он трогательно об этом, обо всем, вот режиссер это представлял. Мы в конце просто плакали. Эта история нас безумно тронула, она действительно очень душевная, она очень глубокая. Мы эскизы вам лучше покажем. То есть вообще спектакль очень необычный, потому что зрители на этом спектакле, он вообще нестандартный, они сидят в центре, а все действие происходит, вокруг них будет происходить. То есть там целый ряд, вот есть вот такой, я не знаю... Сейчас настроение. Да, сейчас, хорошо. Вот сейчас можно показать. Ага, вот, все действие, вот здесь сидят зрители, а вот здесь вокруг них происходит все действие. Это вот места, где места основных действий. И они становятся и участниками, потому что действие происходит и вокруг них, и среди них, то есть среди зрителей, и над ними. Вот, я не хочу раскрывать всех секретов, но это будет совершенно такое 3D, стопроцентное. Это огромное количество кукол. Я принес несколько эскизов. Это главный герой, это цыпленок. Это замечательные эскизы нашего главного художника Елены Александровны Собяниной. Вот, это цыпленок, это кузнечик. Все события этого спектакля происходят на лугу. Поэтому в основном это насекомые. Это кузнечик, он прыгает прямо, у него ноги раздвигаться будут. Вот, это у нас вот разные насекомые, они вот такие бабочки, стрекозы, жуки. Вот, а еще такой есть персонаж у нас необычный, летучая мышь. Летучая мышь, у которой тоже потом в процессе она летает по залу, у нее раскрываются крылья. Вот такие. Ну, это я вот принес всего несколько, а их очень-очень много, этих эскизов. Потому что это огромная была подготовительная работа. И вот буквально с конца прошлой недели мы уже все цеха, то есть мастера, кукольники, бутафоры, художники бутафоры, они приступили уже к работе над созданием этих кукол. А мы с начала мая начинаем уже репетиции. Пускай у нас кукол нет, но так или иначе нам есть там что делать, потому что спектакль очень необычный, там разные системы кукол и много пластики актерской. То есть такой движенческий, очень-очень динамичный спектакль. Вот, и мы думаем, что это будет, ну, в общем, совершенно потрясающее зрелище. Ну, ты упоминали, а там же нужно просто быть готовым к тому, что этот спектакль очень сильно атмосферный, и он просто не оставит равнодушным ни одного зрителя, потому что это полностью погружение вот в атмосферу этого спектакля. Потому что окружено, вот как говорил Артем Викторович, 3D, окружено со всех сторон, все действие будет происходить, и столько много предметов, объектов, и внимание будет, ну, это будет что-то великолепное. Вы сказали, что куклы изготавливаются как раз. У вас свой цех, или это все-таки на... Нет, нет, нет. Мы очень благодарны культурно-информационному центру и, в первую очередь, директору Татьяне Викторовне Зениной, которая нам выделила ставки, хотя это было, поверьте, очень непросто. И есть ставки, две ставки, и художник-бутафор, и художник-декоратор. Это кроме ставки главного художника театра. И сейчас еще мы берем на договор двух художников в помощь, потому что спектакль большой, я не сказал главного, а премьеру мы планируем на конец июня месяца. Сроки очень маленькие. Это правда, потому что театр кукол – это очень кропотливая, тонкая работа. Это большая материальная часть, это все небольшое, но работа требует ювелирной точности, а значит времени. Поэтому все это делается очень тонко, досконально, чтобы это было действительно профессионально и качественно, и поражало зрителей. То есть пока еще театр молод, все куклы изготавливаются под определенный спектакль, это всегда что-то новое, новое произойдет. Почему пока еще? Это так всегда делается? Конечно же, конечно. Каждый проект – это совершенно новые куклы, это совершенно новые декорации. На каждый спектакль делаются отдельные, отдельные, все-все-все-все. Остается, думаю, только где это все хранить. Я думаю, с временем проблема решится. Более предметно о спектакле. Он рассчитан на какой-то определенный возраст, или это может прийти любой человек абсолютно и получить его удовольствие? Дело в том, что вообще наши спектакли, хотя у нас есть спектакли, где мы пишем 0+, 5+, но на самом деле это очень индивидуальная вещь, потому что зачастую на 5+, приходят с трехлетними детьми, и они сидят с открытыми ртами и смотрят. Ну, все дети же разные, но мы так очень условно это обозначаем. А вообще театр наш семейный, и поэтому спектакли, которые мы показываем, они интересны и взрослым, и детям. Специально так выстраивается спектакль, чтобы это затрагивало всех. Чтобы, знаете, как бывает, для галочки привел ребенка, посадил и сидит, родители скучают. Нет, у нас такого не происходит, потому что участвуют в этом все, и каждый находит что-то для себя. А вот конкретно этот спектакль, у него какая основная мысль, или основной литмотив, и вообще спектакли вашего театра, они подчинены какому-то определенному направлению, мысли? Ну, тема, тема вы имеете в виду. Ну, конечно, ну, как, они все разные, но так или иначе, ну, для меня, да мы говорим, собственно говоря, всегда о вечных вещах, о вечных. О любви, о преданности, да, об уважении друг к другу, друг к другу и к себе. Это поиск себя в этой жизни. Вот. Ну, то есть, вечные какие-то темы, другое дело, что мы говорим о них языком, понятным детям, да, то есть можно о чем угодно говорить, но совершенно на разном языке. Вот мы это переводим в формат очень простого, потому что, скажем, вот «Солнышко с нижней человечески» это глубоко философский спектакль, это сказка-притча, вот, но при всем при этом мы говорим об этом очень просто и доверительно, и поэтому это и трогает и взрослых, и детей, и понятные темы другим, хотя затрагиваются очень важные темы, в том числе и темы смерти, кстати говоря. А почему нет? Я глубоко уверен, что с детьми нужно говорить на все темы и быть с ними честными, но другое дело, что нужно говорить на их языке, чтобы им было понятно. Их не надо отгораживать от этого, от болезни, смерти, предательства. Не только там про любовь и морковь, и цветочки, и бабочки, никоим образом, никоим образом. Мне кажется, в этом заключается прежде всего уважение к детям, уважение, то есть они все личности, и с ними надо говорить на их языке, но говорить честно. И этот спектакль, тоже о котором мы сейчас говорим, затрагивает очень важную тему, о том, что человеку необходимо иметь рядом близких людей, родных, что каждый человек нуждается в любви, внимании, тепле. И если нет такого близкого человека, мамы, папы, друга, то это большое несчастье для него. Это большое несчастье. И вот, собственно, наш главный герой, цыпленок, который ищет своих, своих, то есть родных. К сожалению. Каждому взрослому ведь тоже хочется вернуться в детство. У нас в театре есть такая книга «Мысли и чувств», и каждый зритель может поделиться своими какими-то впечатлениями, оставить. И это именно взрослые люди, которые оставляют такие слова, если взять большое количество вот этих сообщений, самые такие вычленивые слова, это волшебство, это трогает, это душа, это сердце, вот эти все чувства, которые просыпаются у людей после просмотра наших спектаклей. И на этой позитивной прекрасной ноте мы закончим наш эфир, потому что время, к сожалению, подошло к концу. Спасибо большое, что пришли, за интересную беседу и творческих вам успехов, конечно, развития и всего самого лучшего. Спасибо. Напомню, у нас в гостях был художественный руководитель театра имени кукол Артем Макеев и педагог театра по пластической импровизации театральный критик Маргарита Горбачева. Впереди еще много интересного. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»